Приветствую вас, предупрежу сразу, что ответ на ваш вопрос и, соответственно, позитивный результат от него, от ответа на ваш вопрос, напрямую зависит от того, как вы воспримете то, что я скажу вам. То есть, если вы воспримете то, что я скажу вам, как-то в большей степени негативно, нежели чем позитивно, то тогда, соответственно, ничего у нас с вами не получится и ничего у нас с вами не выйдет, к сожалению. И если вы действительно готовы работать над собой, то, соответственно, тогда всё, в принципе, вполне может получиться. Итак, вы тиран, спильчивый и агрессивный. Понятно, что тиран – это человек, который подавляет, это человек, который, значит, контролирует, да? Это человек, который доминирует и, соответственно, у подобного поведения есть свои, конечно же, причины. Причины вы, в принципе, на мой взгляд, ну, назвали сами эти причины заключаются в том, что вы боитесь прогнуться. Вы боитесь того, что вы прогнетесь, вы боитесь того, что вы будете прапкой, вот, и, соответственно, это вас сильнее всего, наверное, напрягает. Вот. То есть, больше всего вы боитесь именно того, что станете трапкой. Больше всего вы боитесь именно того, что будете прогибаться. Вот. Ну, соответственно, хотелось бы выяснить для начала, а что вы понимаете под прогибом, что вы понимаете под прогибанием, что это для вас такое и чем это вредно? Опять же, опять же, для вас. Понимаете? То есть одно дело, если речь идёт о каких-то моментах, связанных, допустим, напрямую с вредом вам – это одно. И другое дело, если речь идёт о каком-то принципе, который вы пытаетесь притворять в жизни. То есть, например, что мужчина должен быть обязательно там во главе с женщиной и так далее, так далее, так далее. Если он не такой, то, соответственно, есть проблемы, трудности, и это вообще не мужчина. То есть, может быть, вы боитесь быть не мужчиной. Может быть, для вас мужественность – это и есть подавление и контроль. Тогда работать нужно с вашими установками, которые вы, скорее всего, получили в детстве от своих родителей. То есть, я надеюсь, понятно, да, что вот именно именно то, как вы воспринимаете прогиб для себя и является основной проблемой для вас сейчас на данный момент. Потому что прогибаться – значит уступать. Да, а уступать, уступка для вас есть слабость, соответственно. Вот. И, собственно, из-за этого, по этой причине, точнее, вы и сталкиваетесь с трудностями в жизни, и, в частности, значит, во взаимодействии со своей супругой, которая, естественно, чувствует, что вы её ни во что не ставите и всячески подавляете. Далее необходимо определить, значит, что для вас такого страшного в том, что вами кто-то управляет. То есть, ну, влияет на вас и так далее. Чего вы боитесь? Это неуверенность в себе. Неуверенность в собственных силах, в собственных границах, в собственных ценах, и, соответственно, контроль здесь выступает ничем иным, как средством подавления этой самой неуверенности в себе. Дальше, значит, вы пишите, что сама она не работает и за день мало что успевает, кроме как приготовить еду, и день прошёл. Природу своих требований к жене также нужно выяснять. Например, по какой причине жена должна успевать больше, чем она успевает. По какой причине жена должна работать? Ну, вообще, с какой стати она должна работать? Например. Да? То есть, может быть, она не хочет работать. Но вне зависимости от этого, вы её такой приняли. А значит, нужно принимать её дальше, вы же её не принимаете. Вы пишите, естественно, из-за моих недовольств и страха, что я женился на женщине, которая не домохозяйка, а домоседка, начинается проблема. Страх, что я женился на женщине, не домохозяйке, а домоседке. Вы на ярлыках женились или на личности? Вы как женщину себе вообще выбирали, Виктор? Вы для чего женились вообще? Какая разница, домоседка женщина или домохозяйка? Какая разница? Если вы её любите, если она вам дорога, если у вас есть нечувство, то необходимо безусловное принятие человека. Либо, 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 если, если этого вы не можете себе позволить, вот, то, соответственно, можно... поднимать, поднимать вопрос о ваших, значит, чувствах к ней, да? То есть, можно поднимать вопрос о том, какие у вас к ней чувства и есть ли эти чувства у вас к ней вообще. Вот. Самое что я ещё раз повторю, что любовь подразумевает полное принятие человека. Так. Далее. Далее вы пишите о том, что у вас начинаются ссоры. Вы пишите, что ругаетесь. А вот именно вы ругаетесь. Зачем? Именно вы ругаетесь. По какой причине? Именно вас что стимулирует ругаться? Понимаете? То есть, вот здесь, здесь, когда вы говорите о том, что мы ругаемся, вы как бы снимаете ответственность с себя. Вы снимаете ответственность с себя за то, что делаете вы. Именно вы. То есть, это уже как бы делаете не вы, да? Это уже делаете вы вдвоём, и ответственности как бы, ну, в общем, и нет. По сути. Личная ответственность имеется в виду, нет. А личная ответственность, она и есть. Она должна быть. Личная ответственность. И вот только если и когда вы будете видеть и чувствовать свою ответственность за то, что вы делаете, то, что вы ругаетесь, вот только тогда можно будет говорить о том, что вы начинаете меняться. По факту. Вот. Только вот в этом случае. Только вот, значит, в этой ситуации. И не, не более, не раньше. Вот. На самом деле. Да? Вот. Далее, ваша жена пишите вы, она уходит, вы пишите всё, она, значит, уходит в интернет, и так далее. Вам это не нравится. Вот. Ну, здесь, на самом деле, нужно, как бы, опять же, проанализировать и происследовать вашу собственную реакцию. То есть, вот, по какой причине вы негативно воспринимаете тот факт, что жена уходит. Да? То есть, она не подчиняется вам. Да? Она не подчиняется тому, чего хотите вы. Они делают то, что хотите вы. Вот. И опять же, это означает, что, ну, наверное, для вас это означает, что вы прогнулись. Понимаете? То есть, по факту, то же самое происходит. Это тот же страх прогиба, только с другой стороны. Вот. Ну, в общем, можно почитать про треугольник Карпена, вот, где тиран представляется не более, не менее, чем такая же жертва, что и собственная жертва. Ну, вот. И, соответственно, с этим нужно работать. Вот. Ну, вот вы пишите, что еще только более подзадоривает меня. Да? То есть, вы даже не говорите о том, что это вы подзадориваетесь, что это вас раздражает, что это вас напрягает. Понимаете? Даже об этом вы не говорите. А говорите вы как бы только о том, что меня подзадоривает. То есть, как будто это происходит не с вами. Вот оно, позиция жертвы. Как только вы будете говорить, что я сам испытываю чувства, это мои чувства, это мои эмоции, я за них отвечаю. Но, вот, как только вы будете рассуждать примерно так, то, соответственно, ситуация сразу начнет меняться в лучшую сторону. Ну, то есть, в позитивную сторону. В позитивном... В позитивном ключе. Вот. Вот. Вот я думаю, что, в принципе, так вот и можно вам ответить на ваш вопрос. В целом, нужно работать над эмоциональным интеллектом, который... Низкий уровень которого обуславливает то, что... Ну, то, что вы... Агрессируете. То есть, агрессирует кто? Тот, кто не знает, что делать, да? То есть, тот, кто чувствует себя как-то вот неуютно. Вот. Агрессирует. Агрессор, это именно тот, кто плохо понимает, что с ним происходит, плохо понимает, что он чувствует, и, соответственно, очень быстро переходит на какие-то... Такие, такие высокодинамичные модели проявления своих чувств. Вот. Ну, опять же, вполне вероятно, что вы себя, там, как-то сдерживаете. Опять же, вполне вероятно, что вы как-то вот себе чего-то не позволяете. Вот это всё, вот эта вся история. Вот. Это, конечно, никуда не годится подобное. То есть, если вы себя зажимаете, если я прав, если вы себя зажимаете. Вот. То в агрессии вашей, в общем-то, нет ничего плохого. Наоборот, это, в общем, вполне закономерная реакция. Вот. То есть, если бы этого не было, то вы бы, наверное, либо заболели, либо получили бы ещё более серьёзное психическое заболевание. То есть, сейчас вы не больны, сейчас вы не больны, вы просто, как бы, находитесь в треугольнике Карпмана. Вот. Почитайте о нём, пожалуйста, в интернете. И потом уже, соответственно, когда вы получите хотя бы примерное представление о нём, уже можно будет с вами работать. Вот. Ну и, в заключении, хочется сказать, что, вот, ответ на ваш вопрос, вот, вы пишете, что делать. Зависит от того, что вы реально готовы делать. То есть, готовы ли вы меняться? Готовы ли вы, готовы ли вы, даже не меняться, а развиваться? Вот. Готовы ли вы работать со своими страхами, со своими какими-то принципами, стереотипами, предрассудками, да? Вот. Готовы ли вы работать со своими чувствами? Вот. Если готовы, то, соответственно, выбирайте себе психолога и начинайте с ним работать. Потому что подобные проблемы за один ответ не решаются. То есть, нельзя так вот сказать, что делать, да, и сразу всё поменяется. Нет. Вы так жили. И вы жили так довольно долго. И вы привыкли так жить. И достаточно тяжело будет что-то менять поначалу. Но потом, постепенно, постепенно, всё это будет всё легче и легче. Самые тяжёлые шаги только первый. Вопрос в том, чего хотите вы. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, значит, вы говорите, я хочу, чтобы в семье был лад. Лад – это когда все довольны в семье. То есть, это означает готовность прогнуться там, где это важно для партнёра и где не вредит вам. Соответственно, чтобы это было не вам вред, вам нужно определить критерии вреда. Вот. То есть, переоценить критерии вреда. Об этом я и говорил, что есть прогиб для вас. Да? Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в личку. Я буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, это былоGoogle. Продолжение следует...